А теперь встречайте полную новых возможностей пятую часть игры Resident Evil. Продолжение следует... Продолжение следует... В этот раз мы дадим возможность игроку как можно больше времени проводить под открытым небом. В результате игра стала очень разнообразной, благодаря смене погодных условий, времени суток и других параметров. Мы проделали действительно большую работу и сильно разнообразили геймплей по сравнению с тем, что было у нас всего полгода назад. Когда мы только начинали работу над Resident Evil 5, в нашей команде было много споров о том, какое окружение использовать в игре. Некоторые считали, что мы должны вернуться к традиционной мрачной атмосфере, создающей ощущение надвигающейся опасности. Другие считали, что поскольку пятый Resident будет игрой нового поколения, необходимо обратиться к чему-то совершенно новому. Так что в команде существовали две противоположные точки зрения. Но так как по сценарию мы хотели показать, откуда появился вирус, мы сошлись во мнении, что надо местом действия избрать колыбель человечества. Возможно, в будущем научная точка зрения изменится, но, насколько мне известно, в настоящее время таковым местом считается Африка. Именно этот континент был выбран сценой, на которой развернутся события Resident Evil 5. Однако в этом случае получится, что необходимо использовать яркое освещение. В предыдущих частях Resident Evil мы представляли игровой мир в мрачных тонах. Введение красивого дневного света связано со многими проблемами относительно его реализации. То, что мы разрабатываем игру нового поколения и вводим в ней дневной свет, дает возможность создать нечто действительно новое. До сих пор компьютерная графика хорошо справлялась либо с мрачными играми, либо с играми, где освещение очень отчетливое, как в Марио. Но в обоих случаях свобода творчества ограничена. Я знаком со многими западными разработчиками, которые уже использовали свет как один из главных элементов игры, и я постоянно продолжаю следить за выходом новых игр, но я по-прежнему считаю, что лучшие специалисты собраны у нас в компании Capcom. Создавая освещение в нашей игре, мы придерживались принципа никаких компромиссов. Вы можете видеть заметную разницу в качестве нашей работы по сравнению с работой других компаний. Конечно, мы также понимаем, что со светом необходимо выдерживать довольно деликатный баланс. Если уделять слишком много внимания таким вещам, как освещение, контролировать, каждый ли сантиметр хорошо подсвечен, то сама игра отойдет на второй план, а этого нам не надо. Конечно, нам хочется сохранить жуткую атмосферу Resident Evil, которой отличались предыдущие части игры. В этом нам поможет вот что. Если возникает свет, то возникает и тень. Если вдуматься, то идея связанности света и темноты была одной из центральных тем Resident Evil. Во всех предыдущих частях свет и темнота использовались только как фон. В этот раз мы хотим создать свет и тень максимально реалистичны, использовать их как компоненты игры. Можно даже сказать, что мы создаем игру, которая основана на комбинации света и тьмы. На самом деле, они содержат в себе намного больше, чем просто контраст. Когда вы находитесь в хорошо освещенном месте, становится трудно разглядеть то, что находится в тени. Ваш зрачок сокращается при ярком освещении. Также глаз теряет способность видеть, если внезапно войти в плохо освещенное место. Этот природный факт не создает проблем для Resident Evil, но большинство других игр просто отказываются отражать его. Ведь это значит, что игрок иногда не сможет видеть противников, окружающие предметы и обстановку в целом. В Resident Evil 5 мы превратим эту трудность в значимую особенность самой игры. Это обострит у игрока страх темноты. Заходя в тени с хорошо освещенных мест в течение некоторого времени, пока ваши глаза привыкают, вам придется играть в слепую. Именно в эти несколько секунд, когда вы не способны видеть, вам по-настоящему страшно. Вот почему мы внедряем реалистичное освещение в Resident Evil 5, связывая его с боевой системой. Мы постарались перенести в новую часть как можно большее из того, что Шинджи Миками создал в Resident Evil 4. Геймплей четвертой части оценивается всеми как отличный, поэтому мы решили соблюсти его паскулаты в пятом. Однако слепое повторение того, что уже было в Resident Evil 4, вызвало бы разочарование у наших поклонников. Поэтому мы включим некоторые новые элементы. Resident Evil знаменита за свою способность оставаться современной, и мы делаем все, что в наших силах, чтобы соблюсти эти традиции. Крис Рэдфилд — это знаковая фигура для всех, кто работал над созданием оригинального Resident Evil. И в этот раз у нас появился шанс представить его личность так глубоко, как она никогда не была представлена за последние десяти. Понять, что он за человек и чем он занимался в прошлом. Это было одним из наших намерений, когда мы начали писать сценарий. По сюжету, Старс, организация, членом которой был Крис, развалилась. Так вот, мы хотим рассказать о том, как это случилось, и что произошло с самим Крисом за десять лет перед началом событий пятой части. Что Крис делает в Resident Evil 5? Как он подводит итог всей нашей истории? Вот что станет основной темой новой игры. Мы хотим дать возможность игрокам испытать всё то, что испытал Крис за последние десять лет. И мы подготавливаем несколько способов поощрения игроков за их действие. Как можно было заметить в трейлере, в новой части вам предстоит обучение игроков. Мы пытались сражаться с очень большим числом противников. Изначально в Resident Evil 5 предусматривалось небольшое количество оружия. Но когда численность врагов измеряется толпами, бой становится безнадёжным, если в вашем распоряжении только пистолеты и дробовики, которые мы использовали до сих пор. Поэтому мы решили значительно увеличить количество доступного оружия. Когда Resident Evil 1 только-только появился, он имел большой успех у поклонников реалистичного оружия. Мы пытались немного изменить вооружение в четвёртой части, сделав упор на оригинальности. Но очень большое число поклонников высказались против этого, желая видеть только реальные образцы. Поэтому сейчас мы стараемся создать игру, в которой вы будете использовать в основном реалистичное оружие. В боевой системе Resident Evil 5 не будет рукопашных боёв. Но, как помните, в четвёртой части мы ввели так называемую «экшн-баттон» — кнопку «действия». Теперь мы пытаемся развить эту идею и увеличиваем число возможных игровых ситуаций. Используя кнопку «действия», вы сможете войти с врагом в прямой контакт, и мы надеемся, что это сделает всю игру более динамичной. Для всех тех, кто уже долгое время ждёт выхода Resident Evil 5, сообщают. Мы используем все возможности консолей нового поколения. И все участники проекта соглашаются, что в результате у нас получается просто нечто невероятное. По всем параметрам, от графики и геймплея до сценария, нам кажется, что в Resident Evil 5 мы достигнем вершины всей своей серии. Многочисленные поклонники Resident Evil ожидают очень многого от пятой части. Мне лично кажется, что она действительно будет улётной и оправдает все ожидания, которые только можно оправдать. В скором времени выйдет основанная на игре CG-фильм, и в связи с этим мы собираемся уделить значительное время истории жизни каждого из героев нашей серии. Начиная с данного отчёта, поклонники игры смогут получать всё более и более ясные представления о том, что же на самом деле будет представлять собой пятая часть. Я также надеюсь, что в течение следующего года вы продолжите следить за ходом работ над игрой в еженедельном журнале Famitsu. Завершающие слова господина Токеучи. Не пропустите пресс-конференцию.